А я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу. Здравствуйте. Я по-прежнему Дмитрий Танкович. Поговорим о том, что произошло в последние дни. Сделаем это с иронией и сарказмом, чтобы поднять настроение. Но уж если это видео вам понравится, поддержите его. Я думаю, вы помните. Колокольчик, лайк, репост, подписка на канал. Также вы можете поддержать нас финансово. Для этого под видео есть кнопочка «Спасибо». Это важно, ведь это позволяет нам делать нашу работу. И, конечно, хочу напомнить, что еще больше выпусков на нашем новом канале «Нехто Момент». Ссылка в закрепленном комментарии и описании. Давайте начинать. Яркий фейерверк Феодосии. Украинские дроны атаковали нефтебазу в аннексированном Крыму. Этот морской нефтяной терминал крупнейший по объемам перевалки нефтепродуктов во временно оккупированном Крыму. А еще похожие факелы стали появляться на спиртзаводах уже на территории самой Российской Федерации. В общем, вооруженные силы Украины продолжают поздравлять Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Напомню, что 7 октября ему стукнуло 72. Хотелось бы, конечно, сказать, что стукнуло 72 раза, но все-таки 72 года. И мне кажется, что вот клубы дыма, которые поднимались над горевшими нефтебазами и спиртзаводами, их тоже должно было быть 72. Чтобы как, знаете, свечек на торте. Правда, в этом случае, как бы Путин не тужился, затушить их в ближайшее время он не сможет. Если с нефтебазой все просто, это действительно стратегический объект, то вот удары по спиртзаводам, конечно, испортили праздник окончательно. Ну, как минимум для Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что продукция российских спиртзаводов, это действительно то, что безумно дорого его сердцу и другим пока еще работающим органам. Еще один неожиданный подарок ожидал Путина в Крыму на телеканале Крым-24. Благодаря украинским хакерам неожиданно появилось обращение Путина к крымчанам, в котором он призвал жителей помогать украинским военным и не сопротивляться. А еще в этом обращении Путин признал, что против украинской армии российский режим бороться не может. Дорогие жители Крыма и новых территорий! Сегодня я отмечаю свой последний день рождения в качестве вашего лидера. Я знаю, что вы все видите, как меняется ситуация. Вооруженные силы Украины продолжают наносить точные удары, уничтожая российские войска. И этот процесс только усилится. Моя власть больше не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность. Поэтому я обращаюсь к вам с призывом. Не сопротивляйтесь переменам. Украинская армия возвращает свое. И вы можете помочь этому процессу. И передавайте ВСУ важную информацию, которая поможет быстрее завершить боевые действия и освободить ваши территории от оккупации. Вместе мы сможем увидеть новую реальность. Согласитесь, прикольно. Представьте на секунду, если какой-то, не знаю, мужик в Крыму неделю провел в запой, начал из него выходить, включил телевизор и увидел вот это обращение. Думаю, это был первый раз, когда он избавился от абстинентного синдрома буквально за минуту и без применения медикаментозного лечения. Также хакерской атаке подверглась и Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания. В результате хакерской атаки российские пропагандистские каналы «Россия-24», «Россия-1», «Россия-культура» и еще около 20 других каналов прекратили вещать на несколько часов. Пока достоверно неизвестно, как это повлияло, конечно, на тех жителей России, кто привык получать информацию о том, что и как они должны делать именно из телевизора. Возможно, вот просто когда погас экран телека, они подумали, что, ну, все, наверное, наступила ночь и им пора спать. Хотя экраны погасли рано утром. В любом случае, вот такие подарки получил Путин на свой день рождения. Надеюсь, что в последний раз, хотя уже сейчас в России начинают прокачивать общественное мнение, что Путин как никогда молод и активен, и возраст ему не помеха. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сделал удивительное заявление. Оказывается, россияне могут прожить до 120 лет. Да, это заложено в них генетически. По его словам, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам ЗОЖ. Хочется сразу, конечно, понять, а с чего вдруг он решил об этом заговорить. Тут сразу несколько вариантов. Ну, во-первых, возможно, так в России готовят жителей к новому повышению пенсионного возраста. Ну, погибут, скажем, сразу лет до 100, и все. Деньги с пенсионного фонда отправляют на войну, а тех пару человек, кто доживет до 100 лет, их обвинят в дискредитации пенсионного фонда России и тоже отправят на войну. В общем, ЗОЖ превратится в ЗОВ, шах и мат. Но, скорее всего, своим заявлением глава Минздрава РФ Михаил Мурашко как бы намекнул, что Путину-то всего 72, и он еще будет жить очень долго. Возможно, именно так и подумали те руководители стран, кто все-таки решил поздравить Владимира Путина с днем рождения. Таких в этот раз нашлось немного. В 2024 году Путин вообще получил наименьшее количество поздравлений от иностранных глав государств с начала войны в Украине. Его поздравили, но разве что лидеры беднейших стран третьего мира, несколько многовекторных руководителей стран, а также главы российских регионов и пророссийские коллаборанты. Ну, давайте пробежимся по этому списочку вкратце. Конечно, поздравил Путина Александра Лукашенко. Ну, куда без него. Но думаю, что он сделал это без удовольствия, серьезно. Да Александр Григорьевич этот день вообще самый нелюбимый в году. Потому что Александр Григорьевич любит получать подарки, а не дарить их. Неожиданно в списке тех, кто поздравил Путина, появился президент Республики Сербской, Боснии и Керцеговины Милорат Додик. Ну, что тут сказать. Ну, вот Додик так решил, и все. Главы так называемых ДНР и ЛНР, Пушилин и Пасечник, тоже поздравили, отметили роль Путина в судьбе Донбасса. Прикольно, что эти поздравляли сразу вдвоем. Наверное, чтобы было не так страшно. Потому что в последнее время ходят слухи, что под ними уже закачались кресла. А уже давно доказано, что если снимают с высоких блаженностей на временно оккупированных территориях Украины, то сразу же вручают билет в один конец. И это билет не на самолет, чтобы оказаться на морском побережье. Это билет на концерт к Осифу Корзону. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении заявил, что Путин, внимание, отвел Россию от края пропасти. Вот это, на мой взгляд, реально очень интересное поздравление. Жалко, что Аксенов не уточнил, а кто же Россию к этому краю пропасти-то подвел? Хотя это и так понятно. Слушайте, я, кажется, понял. Путин вот так подводит Россию к краю пропасти, а потом от нее отводит. Потом снова подводит и снова отводит. В общем, такое ощущение, что он хочет рассчитать разбег, чтобы Россия разбежалась и уже наконец туда прыгнула. Сотрудники администрации президента РФ присоединились к поздравлениям и подарили Путину открытку, в которой оставили самое лучшее пожелание. Об этом сообщил Дмитрий Песков. В общем, я так понимаю, никто не захотел скидываться. Уверен, что Путин развернул открытку, но не стал читать пожелания. Ну, потому что он расстроился, что в открытку не положили денежку. Брянский губернатор Александр Богомас отметился необычным поздравлением. Он заявил, что Путин сделал страну единой, сильной и независимой. И вот тут, конечно, сразу стоит отметить, что вот, видимо, торопился, когда писал свое поздравление губернатор Богомас. Почему не указал, какую именно страну Путин сделал, единой, сильной и независимой? Это же важно, потому что Россия точно под это описание не подходит. С юмором поздравил Путина глава Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, цитата, что российский лидер делает все для укрепления и защиты независимости страны и повышения качества жизни людей. Конец цитаты. Ну, согласитесь, это реально смешное поздравление. Так сказать, подколол. Но главные союзники РФ по какой-то причине решили отказаться от поздравлений. Ни Си Цзиньпин, ни верховный лидер Ирана Айатолла Али Хеменеи публично не поздравили Путина с днем рождения. И даже, знаете, телеграмма от Ким Чен Ына пришла на день позже. Хотя тут все понятно, экспресс-почтой Ким Чен Ын решил телеграмму не отправлять. Ну, дороговато это для Северной Кореи. Но отсутствие поздравлений от официальных лиц заменили поздравления от россиян, которые подавались в российских СМИ как личная инициатива граждан. Если видео, которое мы сейчас с вами увидим, его можно действительно принять как личное пожелание? Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная, Кому чару пить, кому здравым быть, пить чару Владимиру, на здоровье, на здоровье Владимировичу. Согласитесь, красиво, чарочку Владимиру Владимировичу. Снова после просмотра этого видео где-то вдалеке загрустнул и даже всплотнул Дмитрий Анатольевич, потому что ему таких песен не пели. Но, как по мне, это одно из немногих видео, когда, ну вот действительно, можно поверить, что его записали, исходя из личной инициативы, потому что были и другие поздравления, как, например, в Санкт-Петербурге, где студенты поздравили Путина вот так. Сегодня студенты и сотрудники военмека собрались здесь, в самом центре Санкт-Петербурга, в Дворцовой площади, чтобы поздравить нашего президента. Вы обратили внимание на плакаты, которые держали в руках студенты? Питерские студенты гордятся Крымским мостом и Московским метро. Наверное, потому что Московское метро позволяет жителям Санкт-Петербурга быстрее добираться на работу. Да и благодаря Крымскому мосту в Питере исчезли пробки. А еще на табличках можно прочитать благодарность Путину даже за озеро Байкал. Вот как бы Мединскому не пришлось снова переписывать учебник истории, добавлять туда главу про то, как Путин Байкал выкопал, а потом еще и водой наполнил. А еще глядя на то, какими стройными колоннами студенты пришли на площадь, и как они синхронно поднимали разноцветные таблички, вот сразу понимаешь, что каждый из этих студентов самостоятельно принял решение поздравить Путина с днем рождения. Никто их не заставлял. А то, что пришли все одной колонной и с одинаковыми табличками, так это обычное совпадение. Так бывает, это Питер. Еще дальше пошли в Дагестане. Там личная инициатива выглядела вот так. Согласитесь, впечатляет. И снова никто никого не заставлял. Просто кто-то из студентов сказал, Халид, слушай, у тебя же вроде дома был воздушный шар, можешь просто взять его с собой завтра? Красиво, поздравим Путина. Конечно, без проблем, но он у меня на балконе лежит. Им сейчас все равно никто не пользуется. Похожими поздравлениями поделились в соцсетях и школьники России. Вот так это примерно выглядело. Большинство, конечно, этих фотографий, на которых дети вроде как бы и улыбаются, но выглядят страшновато. Потому что многие дети записывали свои обращения, стоя у стенки. Для России это, конечно, символично. Некоторые дети поднимали свои глаза на портрет Путина, висевший на этой стене, который иногда украшали российским гербом и полотенцами. В общем, это было больше похоже на иконостас. Ну и самое главное, в скором времени таких фото и видео может стать больше. И некоторые из них, возможно, даже будут записываться действительно, исходя из личного желания, потому что Путин поддержал проведение разговоров о важном в детских садах. Он поддержал идею проводить разговоры о важном для детей с пяти лет, чтобы они с молоком матери впитывали базовые вещи. И разговоры о важном – это серьёзное такое начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего. Понимаете? Ничего нельзя перегибать. Всё должно быть в меру. И первое. Второе. Всё должно быть искренне, объективно, доходчиво. У нас есть такое выражение, такие выражения, вы говорили, я пометил, впитал с молоком матери. Или вот это усвоил с младых ногтей. Это всё говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определённые базовые вещи мы ребёнку должны закладывать. Интересные, конечно, мысли. В пять лет что-то ещё впитывать с молоком матери? Да, как мало мы знали о угрудном вскармливании в России. Возможно, конечно, Госдума примет закон, который продлит период лактации у женщин Российской Федерации. А ещё вот это мне запомнилось. В этом вопросе важно не перегибать палку. То есть в российские детские сады вместе с разговорами о важном вернётся и воспитание с помощью палки. Вот не зря Талибан приезжал в Москву и делился опытом. Уже переняли, видите? На этой неделе Путин прошёлся не только по детям, досталось от него и книгам. Он поделился своим мнением о том, что при чтении бумажной книги можно почувствовать эмоции писателя. А при чтении той же самой книги в электронном формате нельзя. Нужно почувствовать вкус книги. Вкус к нему, чтобы держать в руках, вчитываться в... Не просто информацию получать, а вчитываться в... Да давайте уже быстрее. В те интонации, в то, что чувствует писатель. Вот эти чувства трудно всё-таки из гаджетов улавливать. В общем, никак не даются ему современные гаджеты. Странно, что он не добавил, что читать лучше при свете лучины, а не электрической лампочки. Потому что так можно почувствовать не только эмоции писателя, но и что у него на душе. Пока Путин не озвучил список книг для обязательного прочтения, но уверен, что туда войдёт творчество и вот этого писателя. Это Александр Проханов. Самым ярким его произведением является его цитата ещё от 2016 года. Тогда он писал следующее. Я бы хотел погибнуть в русском танке, который бы подожгли американцы, который несётся по Хрящатику. Конец цитаты. Знаете, вот уже прошло 8 лет, а желание Проханова так и не сбылось. Уверен, он его загадывает на каждый Новый год, а оно всё не сбывается. Ну, потому что кто-то плохо себя ведёт. А ещё думаю, что родственники Проханова умоляют Александра Андреевича не вносить эту запись в его завещание. Ну, потому что уже понятно, что выполнить его будет невозможно. Но почему я вспомнил о Проханове? Дело в том, что на днях он снова принялся марать бумагу и уже выступил с угрозами не только в адрес Украины, но и с угрозами в адрес западных стран. Цитата. «Из русских лесов, из русских гор, из русских подземелий поднимутся тысячи ракет и, затмевая солнце, полетят на запад. И тогда на месте Парижа, Берлина, Лондона, на месте Нью-Йорка и Вашингтона образуются чёрные дымящиеся дыры, пробитые до сердцевины земли». Конец цитаты. Согласитесь, такой величественный слог. Правда, сам повелитель чёрных дыр в земле выглядит вот так. По-моему, кто-то из литературных критиков всё-таки заставил Александра Проханова съесть все книги, которые он написал. И это фото – очередное доказательство, что его творчество трудно переварить даже самому автору. Если с книгами в России беда, то у российского телевидения всё отлично и станет ещё лучше. Проект бюджета 2025 правительства РФ заложило увеличение финансирования государственных телеканалов, СМИ и пропагандистских проектов в интернете до нового исторического рекорда – 137,2 миллиарда рублей. По сравнению с текущим годом расходы по статье «Средства массовой информации» увеличатся на 13%, а их общий объём превысит годовые бюджеты средних российских регионов. Например, 135 миллиардов рублей Калининградская область, 110 миллиардов – Пермский край, 75 миллиардов – Тамбовская область. В общем, в среднем госпропаганда будет обходиться бюджету, внимание, в 2,6 миллиарда рублей в неделю. И надо признать, что персонажи на российском ТВ уже принялись отрабатывать повышение зарплат. Депутат Госдумы Андрей Гурлёв высказался за введение в Россию налога на бездетность. Я просто вспоминаю, как это было. Но я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность, мы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, пустить на тех детей, которые еще ни у нас что остались без родителей. Вы понимаете, что вас опять лупить будут сейчас? Конечно, будут. А как же? Либералы первые, да? Со свистом. Да мне фиолетово. Вот оно есть, как есть. Я вот на период, я считаю, любой нормальный мужик, вот что от него мужика в этой жизни остается? У тебя вот завтра перед ногами понеснишь, что осталось? Что? Первое имя, и второе – дети. Все остальное вообще никому не интересно. Имя, которое ты при жизни заработал, насколько тебе помнить будут, и дети, которые продолжат тебя на этой земле. Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик. Сложно с этим не согласиться. Дети, внуки, правнуки, да? Да, да, твой род. Вы знаете, это философский вопрос, что мы оставляем после себя на этой земле. Но если следовать логике Гурулева, то мужчина в России оставляет после себя имя и детей, и имя максимум может остаться на школьной парте. Помните парты имени так называемых героев СВО? А дети? А что дети? Пока по ощущениям дети в России нужны только для того, чтобы со временем их фото заменило фото отца на парте так называемого героя СВО. Вообще, демографическую проблему на российском ТВ обсуждают практически ежедневно. Там даже неожиданно стали задавать правильные вопросы. Как так? Получается, что деньги на нацпроект «Демография» выделяются, а коэффициент рождаемости в России падает? На проект, национальный проект «Демография» было потрачено 4,5 триллиона рублей. Чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7 на 1 десятую в 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселёву это озвучил, в итоге коэффициент рождаемости упал до 1,31. То есть, 4,5 триллиона потрачено на повышение рождаемости, а в итоге мы за 4,5 триллиона получили. Вот такая математика. Странно, конечно, что этот дядечка так удивлен. Уже давно доказано на практике, что чем больше в России куда-то вкладывают денег, то тем хуже там всё становится. Вот Россия вложила огромные деньги в разработку собственного самолёта. Вот результат. Вот миллиарды потратили на поддержку отечественного автопрома. И снова, похоже, результат. Также обстоят дела и с российским телефоном, и с российским планшетом. Вы знаете, я верю, что то же самое случится и с российской армией, куда Россия вбухивает сейчас до 40% своего годового бюджета. Потратить часть российского бюджета и на необычные статьи Путин поручил разработать меры по, внимание, повышению культуры речи в России. Пока неизвестно, внесут ли фразы самого Путина «В сортире замочим и замучаются пыль глотать» в список эталонов культуры речи в Российской Федерации. Но уже сейчас в одной из красноярских школ не только разработали меры по повышению культуры речи, но и провели их первые испытания. Вот так, например, учитель одной из российских школ выстраивает свое общение со школьниками. Все, рот закрой! Что-то мы сегодня расп***лись, а? Щенки, еб***ь! Согласитесь, насколько это мило уху. Пока неизвестно, получит ли этот преподаватель почетное звание «Учитель года России». В управлении образования города рассказали, что педагога временно отстранили, но окончательное решение еще не принято. А вот почему учитель обматерил детей, там даже не смогли уточнить. Но самое интересное в этой новости то, что родители школьников выступают против увольнения педагога. Ну, в принципе, все правильно. Это же классический трудовик. Использует он знакомый и понятный детям язык. Уверен, что в его защиту стала даже учительница русского языка и литературы и заявила примерно следующее. Ну, какого х**а вы хотите его уволить? Но страшно не то, что в школах России общаются с детьми подобным языком, страшнее другое. В школе номер 7 во Владимире прошла встреча с участником войны в Украине снайпером Семеном Стукаловым. Каково вам было, как вы себя чувствовали, когда вы самое первое убийство сделали? Убийство? Это не убийство. Понятно вообще. Это война. А давайте вот здесь и остановимся. Это не убийство, это война. Этот голос за кадром наверняка принадлежит учительнице. Смысл ее работы заключается не только в том, чтобы научить детей какому-то предмету. Она еще должна научить детей более важным вещам. Но похоже, что сейчас она считает важным пригласить на урок того, кто непонятно зачем пошел в чужую страну убивать. Он, кстати, в этом видео тоже называет то, что он делает, не убийством. Он это называет очередным плюсиком. И вот какие после окончания школы будут дети, если ежедневно им в голову будут закладывать вот именно такие мысли? А еще знаете, почему-то вспомнились слова некоторых российских оппозиционеров, что ответственность и вина за войну в Украине лежит только на Путине. Да, конечно, эта учительница совершенно ни при чем. Но это у них. А нам, как известно, свои роботы. Поэтому выше нос и продолжаем помогать Украине. А еще поддержите это видео лайком, комментарием и подпиской на канал. И, конечно, воспользуйтесь кнопочкой «Спасибо». На сегодня это все. Слава Украине, живи Беларусь. До встречи. Слава Украине, живи Беларусь.